Два месяца под стражей проведет алководитель, который насмерть сбил ребенка в Архангельске. Напомним, 3 октября 42-летний водитель наехал на трех подростков, которые стояли на остановке. Двух госпитализировали, один погиб. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Это видео прислал наш телезритель. На кадрах мотоциклист въехал в «Шкоду» на улице машиностроителей. По словам автора, водитель двухколесного обгонял попутные автомобили. Легковушка поворачивала налево. Возможно, водитель «Шкоды» не убедился в безопасности маневра. Мотоциклист не успел затормозить. По словам свидетелей, пострадавшие разошлись без конфликтов и без помощи сотрудников ДПС. Сегодня ночью полыхало на Ленинградском 113 в Архангельске. Загорелся «Фольксваген Пассад». Очевидцы вызвали пожарных, но спасти автомобиль не удалось. «Фольксваген» сгорел полностью. Пострадал и рядом стоящий «Киа Рио». У легковушки оплавилось лакокрасочное покрытие и пластиковые молдинги. Основная версия причины пожара – поджог. В отношении бывшего областного депутата Алексея Пиункова Архангельский суд вынес приговор. Лидеру преступной группы «Соломбальские», а также его сообщникам Сошневу, Савину и Рудному вменяют больше 20 преступлений. По версии следствия, именно Пиунков организовал группировку, которая принуждала предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи с целью монополизации рынка строительного песка. «Соломбальские» применяли физическое насилие и угрозы. «Мой сын – хороший человек. Он справедливый, он добрый, он всем помогал всегда. Вот я просто хочу сказать, вот привели бы сейчас сюда хотя бы одного человека, кто бы сказал, вот он мне что-то сделал. Нет таких людей. И на самом деле их нет». Суд назначил Пиункову 24,5 года лишения свободы, Сошневу – 10, Рудный получил 9 лет, Савин – 8,5. По версии следствия, последние трое были исполнителями, сжигали имущество предпринимателей и принуждали совершать сделки с подконтрольными Пиункову фирмами. Осужденного нашли повешенным сотрудники справительной колонии в поселке Пирсы. Пострадавший отсутствовал на месте после рабочей смены. Тело 45-летнего заключенного нашли в одном из помещений промышленной зоны. «Незамедлительно на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Первичные реанимационные мероприятия результатов не принесли. Врач скорой помощи констатировал смерть осужденного. Предварительная причина – механическая асфиксия». Пострадавший был приговорен к 11 годам, 10 месяцам лишения свободы за грабеж и разбой. Отсидел чуть больше половины срока. Телесных повреждений не обнаружили. Предсмертную записку осужденный также не оставил. Редактор субтитров А.Семкин